всем привет с вами Наталья Амапола и сегодня мы с вами начинаем создание колье с ромашками итак по материалам нам с вами понадобится бисер ярко-ярко-желтого цвета для серединки совсем немножко понадобится у меня это моя любимая предцелуза Арнелла номер бисера 8310 размер бисера 10 десятка это будет именно вот эта серединка оплетена далее номер бисера 03050 это белый абсолютно белый белоснежный без прокрашенной серединки без каких-то эффектов просто белый бисер его понадобится много ну пачку берите точно 50 граммовую на отделку листочков лепестков вот вы видите чтобы цветок был более немножко таким настоящим вот посмотрите на ромашку настоящую и вы увидите что у нее немножечко немножечко это такие полупрозрачные краешки лепестков для этого эффекта мы возьмем вот такой бисер он тоже белый но такой жемчужный его номер 38102 я его очень люблю часто использую для создания свадебных украшений но не только вот при изготовлении цветов он тоже очень даже хорошо подходит далее нам понадобится с вами вот такие ярко-ярко-желтые позитивные бусинки в количестве равном количеству цветов используемых для колье далее мононить конечно же это гамма 015 и волшебная иголочка которая раздваивается вы спрашивали как пользоваться этой иголкой вот пользоваться ей легко и просто вы раздваиваете вот так ее ноготком далее берем мононить и заправляем вот так и все она зажимается в иголочки не дает ниточки туда-сюда ерзать далее отмеряем первоначально я беру хвостик около метра итак начинаем мы с вами с того что ярко-желтым бисером мы должны плести нашу бусину в технике на беле на две бисеринки для этого я набираю на иголочку две бисеринки и прохожу эти две бисеринки еще раз точно так же чтобы на них образовалась петелька вот так вот так затягиваем нитку далее на этом этапе я нитку просто связываю эти два хвостика завязываем 1 2 и 3 хвостик обрезаем и начинаем плетение проходим иголкой вверх от узелка вот узелок между двумя вверх проходим вот так и набирать мы будем по две бисерины на иглу набрали две проводим иголку вот ниточка вышла из левой мы проводим иголку в правую бисеринку затягиваем хорошенько ниточку вот теперь ниточка вышла вниз через две как бы бисеринки а мы проводим иголку через соседние две бисеринки вверх вот так затягиваем вот первые два ряда мы с вами проплели техникой добеля далее снова я набираю две бисеринки на иголочку провожу иголочку на одну вниз формула здесь простая звучит она так на одну вниз и на две вверх то есть вот вышла ниточка я поднимаюсь иглой вверх через две соседние вот так это очень легко и просто запомнить стоит только один раз попробовать и вы поймете что это совсем не сложная техника снова две я набрала вот вышла ниточка у меня из левой бисеринки я завожу иглу в правую бисеринку сверху вниз затягиваю ее на одну вниз и на две вверх вот так вот ниточка вышла и мы выводим иглу с нитью снизу вверх далее проплетите самостоятельно таким способом как я вам показала поясочек равный обхвату нашей бусинки чтобы бусинка полностью чтобы поясок полностью обхватил нашу бусинку и так проплетаем самостоятельно и примеряем на бусинку так вот мы проплели с вами поясок и далее берем нашу бусинку и примеряем вот так далее соединяем этот поясок вот вышла да у меня сколько рядов получилось сейчас скажу 18 рядов бусинка вот это наверное 8 миллиметров ну на самом деле это не важно как какой диаметр будет вашей бусины любая подойдет какая у вас есть вот вышла ниточка вверх мы ныряем вот в эту бусинку противоположную затягиваем далее вот вышла ниточка вот из этой бусинки мы заходим иголкой в соседнюю рядом стоящую бусинку вот так просто сшиваем поясок чтобы образовалась такая вот по кругу колечко такое вот так далее вставляем в получившееся колечко нашу бусину вот таким вот образом и здесь же вот вышла нить у меня я беру и провожу иголку с ниткой через отверстие бусины на противоположную сторону вот так далее между лесками провожу иголку и снова ныряю в отверстие бусины на противоположную сторону нужно это сделать два-три раза чтобы зафиксировать нашу бусинку внутри нашего плетения и снова делаю то же самое между между леской прохожу вот так и вот что у нас получилось такая бусинка в таком вот обрамление из бисера далее выводим нашу иглу с нитью из любых двух бисеринок вот так вот так и начинаем плести первый наш лепесток для этого я буду постоянно на иголочку набирать две бисеринки белого цвета и вот у меня первый самый раз вышла нить влево я захожу снова в эти же две бисеринки вправо справа налево вот так затягиваю оп они стали пока не так как мне нужно я прохожу в крайнюю бисеринку снизу вверх для того чтобы плетение развернулась вот так далее набирать буду по две бисеринки белого цвета заходить сверху вниз белую рядом стоящую вот так и далее вывожу иголочку через две вверх вот так это плетение на дебеле затягиваем снова набираю на иголочку две белые бисеринки и делаю все то же самое захожу сверху вниз в левую бусинку и вывожу иглу с нитью через две правые бисеринки вот так и затягиваю потуже еще раз покажу вам две набрала прохожу в начале в левую а затем вывожу через две снизу вверх вот так вот так и так проплетите таким способом 12 рядов вверх 12 рядов и далее проплетем еще один ряд жемчужным бисером вот так вот так вот так и нужно будет нам сделать наш лепесток острым на конце Для этого я наберу три бисеринки тоже жемчужного цвета и пройду через все бисеринки вниз. Затягиваем, выводим иголку через все бисеринки. Вот так подтягиваем немножечко и выводим иголку с ниткой через эти же две бусинки основания. Это нужно для того, чтобы листик наш, листочек, вот этот лепесток выровнялся по центру. Вот так. Вот первый листочек, лепесточек наш готов. Далее в этом же ряду я прохожу в следующие две бисеринки и делаем все то же самое. Проплетаем самостоятельно, так как я вам показала. По две набираем, проходим иголочкой снова через эти две первый ряд. Вот так. И выводим иглу снизу вверх. Далее обыкновенным дебеле на две бисеринки проплетаем 12 рядов белым бисером белоснежным, а затем два крайние ряда с жемчужным бисером. Проплели верхний ряд ромашки или нижний. В общем, проплели один ряд ромашки. Далее очень важный момент, хочу вам сразу на нем остановиться поподробнее. Когда вы будете плести второй ряд, обязательно выйдите из бусин, которые расположены между двумя лепестками предыдущего ряда. То есть, вот у меня две бусинки основания для этого лепестка и вот у меня две бусинки основания для этого лепестка. Нам с вами нужно выйти вот в эти две бисеринки. Это будет основание для нашего лепестка следующего ряда. Для чего это нужно? Если вы не будете соблюдать это правило, то ваши листочки, лепесточки сложатся и нижний ярус будет расположен под верхним ярусом. Что создаст иллюзию того, что у вашей ромашки всего лишь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лепестков. Но у нас же их будет в два раза больше. Вот вы видите, если расположить в шахматном порядке, то ромашка будет выглядеть более пушистой, более похожей на реальный цветок. Вот эти две бисеринки. Вот ниточку хорошо сейчас видно. И я завожу иголку с ниткой, снова вытяжу две бисеринки. Вот так. Вот, то есть две, два лепестка и между ними в шахматном порядке. Тогда у вас цветок получится более живой, более настоящий. Вот так. И далее продолжаем плетение точно так же, как я вам показывала. Точно такое же количество я набирать буду бисеринок. И точно такое же количество рядов проплетать. Чтобы в процессе плетения вам не мешали вот эти лепестки, они очень будут вам мешать и будут вас раздражать. Поэтому возьмите их вот так, как показано на видео и продолжайте работу. Точно так же, как я вам показывала. Набираем по две бисеринки. Проводим иглу. Вначале в левую бисеринку. Вот так. А затем выводим иглу с нитью через две правые бисеринки вверх. Вот так. Продолжаем плетение самостоятельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова